Познакомимся с шестью правилами ниши. Эти правила схожи с библейскими правилами. Их надо выполнять утром и вечером, дважды в день. Первое правило. Спать на твёрдой ровной постели. Почему так удобно спать на мягкой постели? Но тот, кто спит на мягкой постели, я уже показывала, позвонки его делают подвывихи, а позвонки сжимают сосуды, нервные окончания, и вы не ваши. Внутренние органы недополучают питание. Смотрите, что происходит, когда позвонки на мягкой постели, и вот, когда позвонки на твёрдой постели. Смотрите, какие подвывихи. У ниши, и это вы в книге моей прочтёте, все позвонки показывают, какие болезни мы наживаем и получаем, если сдвигается первый, второй, третий. Что мы должны делать? Спать на твёрдой постели раз, и следить за своей осанкой два. Постоянно. Как это нужно делать? Отодвиньте плечи назад, подбородок посреди. Поставьте грудей, поднимите его гордо немножечко. И смотрите, будто бы на вершины деревьев. И вот таким образом вы приучите себя ходить. Я ещё придумала себе такое упражнение. Я мысленно, поворачиваясь через левое плечо, смотрю на правую пятку, будто бы. Провожу взгляд по правой пятке, по ноге, по копчику, по позвоночнику, к шее. То же самое я делаю, когда смотрю на правое плечо и смотрю на левую пятку. Что даёт сон на ровной, твёрдой постели? Во-первых, он полностью расслабляет ваши мышцы. То есть вы полностью отдыхаете. Вес тела распределяется равномерно. Венозные сосуды, которые на коже расположены, начинают функционировать более активно. Те подвывихи, которые вы получили днём, в принципе, надо подтянуть. Вот вы ляжете перед тем, как заснуть. Я вам покажу, как спать сейчас. Вы немножечко потяните себя руками в одну сторону, а ногами в противоположную. Я это буду показывать. Все наши болезни начинаются от плохой циркуляции крови и от того, что наша кровь не свежа и плохого качества. Вот запомните. Все болезни. Вы видите, две причины всего. Первая причина – плохая циркуляция крови. Вторая причина – несвежесть крови, неполноценный состав крови. В книге вы почитаете, как много болезней от сдвигов позвонков. Второе правило – спать на подушечке-валике, под шейные позвонки. Твёрдая подушка-валик. Я думаю, что, объяснив первое правило, вы понимаете, зачем шейные позвонки должны быть на твёрдом. Да потому что у нас вертящиеся позвонки шейные. Мы сгибаемся, мы как-то сидим в одной позе, пишем. И эти сдвиги закрепляются мышцами. И у многих вот такая кривошесть или суталоватость. Если каждый день немножко эти маленькие подвыбихи выправлять, у вас не будет ни болезней, и будет красивая молодая осанка. И снабжение. Кроме того, когда вы спите на твёрдой подушке, то выправляется положение носовой перегородки. Об этом я нигде не читала, кроме у Кацудзу-Неси. Носовая перегородка контролирует рефлексы всех органов. Вот тут вот прямо на рисунке показано. Все органы – печень, почки – они связываются с мозгом. Идёт информативная связь. Чуть-чуть какие-то отклонения в клетках, они поступают тут же, информация в мозг. И мозг даёт распоряжение, что предпринять. Смотрите, что лечит эта маленькая подушка. Она лечит менингит, во-первых. Она лечит все болезни уха, горла, носа, глаз. А потому что, когда вы спите, у вас всё расслаблено, налаживается работа всех систем и органов. И налаживается прекрасный сон. Вы спите на твёрдой постели, на твёрдой подушке, встаёте бодрым, даже если вы проспали 4-6 часов, как будто вы спали 8-12 часов. Вот такие замечательные и простые правила. Четвёртое, третье, четвёртое, пятое, шестое правила упражнения. Поэтому мы сейчас перейдём к этим упражнениям. Но пока я вам покажу, как я сплю. И так многие спрашивают, как делать такую подушку. Я вам расскажу мой опыт. Вы знаете, что-то должно быть твёрдым, стержень. Я взяла, видите, это основание для плёнки пищевой. Вот тут кусочек плёночки остался даже, да? Я взяла обыкновенную подушечку, плоскую. Вы её можете сшить. Взять размер от подмышки до подмышки ширина и вдвое длиннее сделайте. Вот таких две ткани возьмите, выложите ватой и сделайте одеяльце. Вот это одеяльце, теперь берёте что-то твёрдое, скалочку или дерево, или вот очень твёрдое, видите, основание для плёнки. И вот я накручиваю. Видите, получился валик. Вот он какой, когда он сшит. Сейчас мы посмотрим, как надо спать на твёрдой ровной постели, прежде чем приступать к упражнениям. Итак, вы ложитесь на спину. Под шейные позвонки у вас валик, подушечка. И вы будто бы должны спать. Так рекомендуют к отсутствию нишу. Но я вам советую, те, кто любит спать на боку или на животе, вы можете спать на животе на твёрдой ровной постели. Но прежде вы должны вот занять такое положение, как он рекомендует, вытянуть руки или, если вам мешает стенка кровати, согнуть руки, локти и потянуться плечами в одну сторону, а пятками, ну вот, сосредоточьтесь на моих ногах. Видите, они в белых носочках, чтобы вы видели. Пятками вы тянетесь в противоположную сторону. Причём сначала правой пяточкой вы идёте по полу, ползёте, а потом левой, а руками одновременно тянетесь в противоположную сторону. Таким образом вы делаете растяжку своему позвоночнику и вытягиваете маленькие подвыльки. Вот когда вы установили ваши позвонки, вы можете занимать любое приятное вам положение. Кто-то любит на полу, ой, на боку спать. Вот, пожалуйста, подложите вот так вот валик, чтобы ваша челюсть была над этим валиком. И спите ради Бога. Кто-то любит спать на животе. Вот я люблю, например, спать на животе. Смотрите, это очень хорошая поза. Поднимаете немножко ногу в позе бегущего человека. Этот валик сразу подкрепляет ваши шейные позвонки. Его задача не обязательно затылок, а шейные позвонки подкреплять. Знаете, так спят эти дети с любимой игрушкой. Они всё её инстинктивно подсовывают себе под шейку. Вот так, вот так вы можете спать, на другом боку. Как хотите, но только перед сном вы должны лечь на спину и потянуть позвонки. Итак, мы с вами познакомились с двумя правилами. Спать на твёрдой ровной постели и встать на подушечке-валике. А сейчас мы переходим к упражнению, правилу третьему упражнения «Золотая рыбка». Вы видели, тут вот «Золотая рыбка» всё время ходила, она вам показывала, как она движет своим хвостиком. Так вот, всё это не так будет. Смотрите, каждое упражнение имеет исходное положение, предварительную часть и выполнение. Вот упражнение или правило «Золотая рыбка». Исходное положение – лечь на спину, ноги вытянуть на полную длину, ступни ног поставить перпендикулярно полу. Вот видите, как белые носочки тянутся ко мне на нос. Сейчас руки закинуть за голову. Вот это исходное положение. А теперь мы должны вытянуть, выстроить свои позвонки, которые немножко съехали, потому что я стояла, сидела, ходила. Как это будем делать? Обратите внимание на мою пятку правую. Вот сейчас она пойдёт вперёд по полу, вот так она будет ползти, а обеими руками я буду тянуться в противоположную сторону. На счёт семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь я захватила территорию. Теперь я левой пяткой достигаю правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А двумя руками растягиваю свои позвонки в противоположную сторону. И дальше я опять, вот у меня пять пальцев, я на каждый палец считаю по семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 семь. ладони крестом и кладу их под шейные позвонки. Это такая чаша, которая обнимает мою шею. Она как бы подпирает мой затылок. Вот я нажимаю затылком на свои руки, носочки тяну к носу, а пятками вперед. Видите, я вся как вытянута. Бедро и подколено и часть тянутся к полу. Вот я вся как вытянута. А теперь, это все было предварительно, а теперь начинается выполнение. Следите за моими ступнями. Я начинаю со ступней справа налево и одновременно с затылком. Справа налево. Быстро-быстро, как бы вибрационно. Вот как будто я себя растянула в два конца, и эти два конца колышу. А от этого колышется все тело. Вибрирует оно. Вибрирует там и эти печенки, и селезенки, и в кишках, и в мозгах, и в глазах, и в щеках. Посмотрите. Потянулись пятками. Начали. Мы как бы делаем ступнями. До свидания. Вот. Смотрите. Раз, два, три, четыре. До свидания болезни. До свидания. Смотрите. И подтверждаем затылком. Затылком я надавливаю на руки, для того, чтобы не сдвинулись позвонки. Если рыбка, она вот так вот виляет хвостиками, плавничками, то мы вытянуты. И виляет у нас только поставленные эти ступни и затылок головы. Вот. Больше ничего. А наши руки, наши локти прижаты к полу, как плавнички. Вот. И так нужно делать, считая до 240. Это вновь просчитано. Это две минуты. Минута. Это вот если в таком темпе считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь, 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 двадцать, 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 дв В следующий вечер 10 раз. И так вы дойдете до 30. Вот я для того, чтобы 120 выполнить, я досчитываю в таком вот темпе до 30, кладу на этот локоть. Еще до 30 на этот, еще до 30 на эту ногу, потом на эту. Четырежды по 30, вот минута. И так можно до 2 минут, 1-2 минуты провибрировать. Вибрирует все, очищаются все капиллярчики изнутри, из эндотелия. Вам это не сделает ни один мануалист. Очень глупо ходить к мануалистам. Потому что даже если мы с вами поедем к гениальному Кобуляке, как только вы встаете, вот как я встала, как только вы с ним прощаетесь, ваши позвонки уже сдвинулись. Вот мои позвонки уже сдвинулись. Я это знаю. Поэтому я опять лягу и опять потянусь несколько раз. Вот. Следующее упражнение. Правило. Специально для капилляров. Вот если рыбка избавляет вас от мануалиста, вы сами становитесь себе мануалистом каждый день. То вот это упражнение для капилляров, оно имеет исходное положение такое. Вы кладете подушечку, валик под шейные позвонки, поднимаете ноги сколько можно. Вы понимаете, что я раньше не могла их поднять. Я... Вот эта нога у меня бездействовала. А эту я могла поднять вот так от боли. Но это не важно. Я вибрировала в воображении этой ногой. И постепенно эта нога задрыгалась, потом поднялась, потом она отставала от этой. А теперь вы видите, как я вибрирую. Надо только верить в то, что в вашем организме всё совершенно и всё подчиняется вашему разуму. И вот как делается это упражнение? Исходное её поднять четыре конечности. Две руки и две ноги к потолку. Вот я ставлю ступни ног параллельно потолку и тянусь этими ладошками, потому что нервные окончания идут через позвоночник и тянутся вот ладонями. И теперь медленно я вам покажу. Медленно это движение как бы игра в волейбол. Четырьмя конечностями. Зачем я так делаю? На рисунке у ниши вот такое. Такое рисунок. Я это делаю, потому что у меня было всё сдвинуто. Всё болело. Я вытягивала свои нервы. И лучше всего не тянутся, когда вы тянете их из пяток по пяткам. Вот. И я... А теперь вы можете переходить на быструю-быструю вибрацию. Таким образом вы видите, это бег трусцой без нагрузки на сердце и больные суставы. Это гениальное изобретение. Коцу за ниши. Дает возможность лежачему, прикованному к постели больному очищать свои капилляры, тонюсенькие, невидимые. Видимые только под микроскопом с внутренней стороны, с эндотелия. А иначе как бы я избавилась от трубов? Откуда бы появилась у меня такая гибкость? Не забывайте, мне 66 лет. И как вы видите, мы уже с вами освоили 4 правила здоровья. Спать на твердой постели, подушечка-валик, золотая рыбка и специально для капилляров. Это замечательное упражнение, которое избавляет людей от тромбофлебита, от расширения варикозных вен, которое... Она восстанавливает капилляры. Поэтому обязательно делайте этот бег трусцой. Не бег по асфальту, в костюме, по дорожкам, а прямо бег дома. Бег трусцой. Ну вот мы побегали. А что значит мы побегали? Вы можете спросить, а зачем поднимаются эти конечности? А потому что в конечностях больше всего капилляров и глонуса, о котором я вам ничего не рассказывала, но вы прочтете в книге. И вот вы побегали, смотрите, побегали. Значит, венозная кровь грязная, взяв отбросы у клеточек, понесла по венозным сосудам. Их надо быстро эту грязь сжечь. Что придумал Мишин? Вот вы побегали, а теперь соединяйте ступни, соединяйте ладони, укладывайте ступни ближе к копчику, раздвиньте колени, а руки вот поставьте так. В этой позе вы можете отдыхать, когда вы устали от бега, устали среди упражнений. Вот бегаете, бегаете, устали. Соедините, вот так в этой позе вы отдыхаете. Теперь пятое правило. Пятое правило начинается с мыкания стоп и ладоней. Зачем оно? Оно нужно для того, чтобы наладить дыхание, потому что дыхание увеличит объем кислорода, а объем кислорода сожжет всю грязь, которая пошла. Я понятно говорю? Значит, вот смотрите, вы побегали, сложили, так, и у этого упражнения это исходное положение. А предварительная часть какая? А вот какая? Вы нажимаете на ладони и отпускаете. Не размыкаете, а отпускаете. Нажать и ослабить. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. И так десять раз. Не шип рассчитал, а он скрупулезный человек. Он просчитал, что меньше десяти, мало эффекта, больше десяти, уже нагрузочно на органы. И так вы делаете десять раз. Затем вытягиваете руки к потолку, к телу. Вперед, назад. Вперед, назад. Когда вы вытягиваете вперед, сожмите анус. И все, что у вас в малом тазу. А теперь расслабьте. Сожмите анус. А когда руки к телу, выпить себе живот. Очень полезно, когда животом работает человек. Потому что налаживается кислотно-щелочное равновесие, когда мышцы работают вместе с... Все мышцы с животом. С мышцами живота. Вот это он исследовал. Это тоже его открытие. Почему все спортсмены больны? Да потому что они занимаются мышечными упражнениями, не учитывая движение животом. Вот он поэтому соединил в своих упражнениях так, что и живот, и все мышцы работают вместе. Видите, десять раз. Вот так вы сделаете. Десять раз. Вот так вы сделаете. Десять раз вы пронесете. А теперь вот так вы чуть-чуть приподнимете и как гармошечка. Вперед, назад. Вперед, назад. И вот так я делаю. Шестьдесят один раз. Чтобы это не было грустно, я считаю по десятку. Десять. Вперед, десять. Назад, десять. Одной рукой, десять. Одним коленом, десять. Одной рукой, следующей рукой, левой, десять правым коленом. Вот и получается шесть раз. Шестьдесят раз по десять. Потом вы устанавливаете руки над солнечным сплетением и закрываете глаза и отдыхаете пять-десять минут. И как ни странно, это будет самое трудное упражнение в вашем комплексе. Мужчины обожают это упражнение. Они говорят, это лучшее упражнение из всего комплекса. Но женщины, советские наши женщины, вообще не могут полежать три минуты вот так со сложными руками. Она лежит, и у нее тут в мозгу, ой, я не сказала это, не сделает, там кипит, тут звонит. Вот, дорогие женщины, пожалуйста, полюбите себя на десять-пять минут в день. И вы увидите, чего вы добьетесь. В это время вам покажется, что из космоса вам просто лучи энергии идут, ассимилируются где-то вот здесь в солнечном сплетении и растекаются по всем клеткам. Наступает гармония всех вод, щелочей и кислот. Сначала вам будет неудобно, очень большое желание разомкнуть эти руки, но постепенно вы к этому привыкнете. Это великая энергия, великая сила и великое внутреннее очищение вашего организма. А теперь мы перейдем к сидячему упражнению. Эти сидячие, я покажу, как к ним переходить. Вот вы лежали. Вы лежали 10 минут. Естественно, у вас затекли, особенно в начале, вот здесь вот ноги. Поэтому начинайте с того, что вы тянетесь, все время тянетесь. Вытягивайте ноги, потянитесь, как ребенок, которому приятно проснуться утром для добрых дел. Повернитесь спокойненько, сохраняя ваши позвонки в целости и сохранности. Соедините руки, поглядите, через правое плечо на левую пятку. То есть я смотрю на левое. Через левое плечо на правую пятку. Проведите свой взгляд, даже мысленно, даже если не видите. По ноге, по копчику, от копчика до шеи. Теперь оглядите себя через правое плечо. Задержите мысленно, если даже не видите. Вот я вижу свою левую пятку. Проведите по ноге взор, доведите до копчика и доведите до шейных позвонков. И расслабьтесь. Можете сжать вот так кулачки, это будет ваш массажер. Я вам советую делать эти упражнения далеко обнаженным. Тогда кожа дышит и тогда продукты распада легко выходят через кожу, а в кожу входит кислород. Если вы это делаете в проветренной комнате, вот так вот вдоль позвоночника вы сделали самомассаж себе. Потом вам надо вставать. Вы поставьте руки напротив груди и отодвиньте таз, вот как делают это собачки или кошки, которые утром встают. Ведь они все живут по системе ниши, потому что она создана по законам природы. Смотрите, они вот так вот трешут, вот так вот тянутся, и вы так потянетесь, и те, кто может сесть на свои эти пяточки, сядьте, выпрямитесь, вставайте, вот так верблюжонкам из этой позы, переходите на стульчик, который мы сейчас поставим, шестое правило здоровья. Исходное положение. Позвоночник, как аршин проглотили, правило начинается для спины и живота. Естественно, проверьте свою осанку. Плечи отодвинуты, подвороток посередине груди, голова несколько затылок откинут гордо. Вот так спокойно вздохнули и начали предварительную часть. Десять раз плечи к ушам. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Промежуточное упражнение, чтобы подтянуть позвонки, вытянули руки вперед, оглядели себя через левое плечо, взгляд на копчики, мысленно подняли вверх, взгляд к шейным позвонкам, через правое плечо. Вытянули себя по осям, оглядели себя со спины через левое плечо, через правое, и отодвинули старость. Она всегда сзади наваливается. Следующее упражнение. Десять раз правой мучкой тянетесь к правому плечу. Не обязательно его доставать, но обязательно до отказа вытащить шейные позвонки. Вот смотрите, с левой стороны. И раз. И как будто на один позвоночек выросли. И два. Десять раз. И три. Я сейчас сделаю только и четыре. Четыре раза сделаю. Сколько я сделала в одну сторону, столько же надо сделать в другую. Но надо десять раз сделать. И раз. И два. И три. Теперь левым ухом тянемся к левому плечу. И раз. И два. И три. Каждый раз вырастаем на один позвонок. И четыре. Мы сделали как будто десять раз. Вытянулись, огляделись и раз. Слева, справа. Вытянули пояса. Раз. Раз. Отодвинули старость. Теперь вперед голова. Подбородок бросили на грудь. Подняли. Выросли. Вперед. Подняли. И три. И четыре. И пять. И так десять раз. А теперь столько же назад. И раз. И. Вы видите, как щитовидка. И два. И три. И четыре. И пять. Теперь снова промежуточное упражнение. Повернулись, оглядели себе через лево, через право. Руки вытянули, через лево, через право оглядели себя. Отодвинулись старостью. Следующее упражнение. Посмотрели в бок левый. Кто там сзади стоит? Не хочу смотреть. Вы видите? Голова налево, назад, прямо. Налево, назад, прямо. Вы видите, какие лимфатические железы работали. Для ангины, для простуды, от простуды. Это лучший упражнение. Вбок, назад, прямо. Три раза я сделала сюда. Три раза я сделаю туда. Надо по десять. Влево, назад, прямо. Влево, назад, прямо. Влево, назад, прямо. Как будто я сделала по десять. Раз, промежуточное. И раз, и два. И раз, и два. Отодвинулись старостью. А теперь такое упражнение, замечательное, которое вообще избавляет всех от всяких гадостей. Подняли руки вверх, согнули в локтях вот в такую бойцовскую позу. Видите, кулачки как. Отпинули подбородок, голову. Подбородок смотрит в потолок. А теперь на счет семь отводим локоточки, как будто крышки бабочки. Они должны сойтись там у нас сзади. А подбородком тянемся к потолку. Вот как это получается. Вверх согнуть, откинуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вытянули, представьте, трап, и вы поднимаетесь все выше. Согнули в локтях, откинулись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Локти не опускайте, старайтесь их держать на уровне плеч. По пальчикам считайте. Все десять пальчиков как раз будет десять раз. Вот так вы несколько раз делали. Опять глядели себя через лево, через право. Отодвинули старость, посмотрели вперед руки, отведели и поставили руки на ноги. А теперь мы заставляем работать мышцы живота и спины одновременно. Как выполняется это упражнение? Вы перекинули весь вес тела на левую ногу и выпятили живот. Потом перевели весь тело на правую ногу, на правый бок и втянули живот. Выпятили, втянули. И одновременно, закрыв глаза, я говорю себе, как бы внушали своему подсознанию. Ведь у нас в сознании информация, что вы больны, у вас болит тот или тот, а вы болели тем-то или тем-то. Вам надо на эту информацию, в сознание ввести новую информацию. Что вы здоровы, что с каждым днем у вас будет лучше, лучше, лучше. И Ниши говорил, говорите, десять минут по часам. Мне хорошо. С каждым днем мне будет все лучше, лучше. Видите, я втягиваю живот и выпячиваю. Втягиваю и выпячиваю. И внушаю себе. Мне хорошо. Но мне так скучно было. Десять минут говорить одно и то же, что я начала обращаться к своим органам. По отдельности. Я говорю так. Каждая клеточка на него, организм обновляется, очищается, оздоравливается, омолаживается. Кровь становится чистой, свежей, здоровой, обновленной. Железы, внутренние секреты, я их представляю, я им даю указания, работают великолепно. Кожа, мышцы, сосуды делаются эластичными, гибкими, упругими, чистыми, здоровыми. И так, качаясь десять минут, втягивая и выпячивая живот, вы закладываете в свою подкорку новую информацию. А когда вы спите на ровной постели с подушечкой-валиком, выполнив все упражнения, в это время сознание уходит на второй план. Сознание у вас там намешано, чем вы больны, как вы нехороши, кто нехорош к вам. А подкорка, подсознание выступает на первое место. И оно начинает во сне вам нашептывать. Мне хорошо, с каждым днем мне будет лучше. Железы внутренней секреции работают великолепно. И они начинают работать великолепно, потому что это сигнал из мозга. После этого все, что накопилось за день, у меня вышло к коже. И теперь нужно переходить к водным контрастным процедурам. А делаются они очень просто. Вы берете, идете в ванну. Поскольку вы в России, а не на Гавайских островах, вы лучше облейте ванну теплой водой. Сделайте комфортно прохладный душ. Комфортно, это приятный душ. И начинаете поливать себя с любой пятки. С пятки поднимая этот душ гибкий. Поднимая и обливая себя душей. Волосы не мочите. Это отдельная статья. Потом переключаете, до счета в до 60 на горячий душ. И льете на холочку. Для того, чтобы согреть область легких. А потом переходите к рукам, к лимфам. И этот душ переходит вниз. Если у кого-то нет душа, берите два тазика. Намачивайте там какие-то мочалочки. Протирайте себя снизу холодным, сверху горячим. И так, не меньше пяти горячих. Начинайте с прохладного. Горячий, прохладный, горячий, холодный. Комфортно. И горячий, и холодный. И постепенно это будет вашей закалкой. Мало того, все продукты распада, пока вы упражнялись, подошлись к коже. Теперь вам надо их смыть. И что происходит в контрастных душах? Когда вы даете горячее, поры раскрываются и отдают сразу. Но если вы будете лить больше минуты, то через поры уйдут витамин С, микроэлементы необходимые и так далее. Вы закрываете поры холодным душем. И в это время стресс на почечниках. И мозг диктует, что быстро все необходимое к центру клетки, все ненужное в кожице, к ним ранее. Когда через минуту вы открываете горячий душ, то уже все у кожи. И вот это ненужное уходит через кожу. Так вот контрастным душем вы лечите себя, закаляете себя, очищаете себя. Вот и все. Если к этому привыкнуть, быстро ввести это в стереотип своей жизни, вы почувствуете себя всегда вымытым изнутри, молодым, здоровым, полным энергии и сил для прекрасной жизни.